всем привет дорогие друзья с вами снова я overworld на канале авергейминг и сегодня мы продолжаем играть в игру по названием транспорт фивер 2 и в этой серии мы как всегда продолжаем развивать наш транспорт ну и думаю как бы по превьюшки и по названию все понятно сегодня мы будем удлинять и увеличивать грузовые станции для наших фур так как в прошлой серии мы увидели нечто ужасное это то что все грузовики наши тупо стояли на дороге и ждали своей очереди это неправильно это плохо и надо все эти станции учились спасибо кстати за подсказку алексею которым не как бы тоже сказал что мы что это нужно сделать со всеми станциями и поэтому мы и будем это делать сегодняшней серии со всеми станциями а также естественно мы будем ждать следующего тепловоза так как вот этот я заметил он ну плоховато справляться пусть это легенда американская классика емдс d-42 ну увы он едет аж 105 километров в час и это как бы при 120 ограничениям до 120 ограничений это довольно таки мало очень хотелось бы больше и причем не просто хотелось бы а нужно больше кстати его тоже нужно увеличить так как там на станции где вот он забирает эти вот зерна там лежит аж более 600 штук почти 700 и он их просто не может забрать тем более что он только что уехал здесь 600 штук лежит и эти составы тоже нужно нам прямо сейчас увеличить поэтому убираем этот транспорт грамм эти три штуки может даже мы увеличим количество поездов так как эти по это количество поезда просто не исправляется не успевают ездить здесь это очень и очень плохо нам нужно с этим срочно что-то делать потому что так дело дальше увы уже не пойдет надо увеличивать как бы ну это очень плохо когда у нас там просто тупо стоят эти вагоны и ждут своего часа так неправильно надо надо поставить думаю здесь от 1 2 3 4 5 давайте по 5 вагонов 1 2 3 4 5 просто до 70 метров увеличиваем да вот так изменить и все а теперь там по 20 21 27 вагонов теперь в общем в этих составах будет да вот они теперь его теперь он должен будет принципе более-менее справа кстати давайте посмотрим по длине станции ага 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 а значит можем еще больше увеличить давайте еще три вагончик поддобавляем так хоба и 1 2 3 и 2 до 538 метров у оба точнее все трое 538 метров отлично пол километра поезд очень даже неплохо 25 вагонов отлично вообще офигенно так и теперь он ну в принципе идеально влезает так ну вот теперь покатился покатил этот поехал 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 да все красавчик красавчик так это кстати что то хотя нет вот он везет уголь да молодец молодец и вот нам нужно еще на наши сталелитейные маршруты добавить хотя бы по одному поезду потому что как бы 41 маршрут как вы думаете у нас почему-то отказался ехать как я хотел изначально он решил ехать по кругу полную делает делать полный круг не пойми зачем когда он мог просто здесь вот остановиться по факту ну где там еще можно здесь сталелитейки больше нигде никакой нет он мог остановиться на сан-франциско и поехать далее обратно вот на вот эту вот станцию с уже с железом и углем где уже горят собственно эти товары и как бы смотрите что это у нас это у нас краски 41 линии и в нем мало вагонов в нем мало вагонов их два и в нем 11 этих вагонов когда должно быть 20 значит мы сразу же просто исправляем эту проблему сходу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и просто здесь до 530 метров увеличим отлично все делом техобслуживание вот так 30 вагонов вот теперь тебе надеюсь хватит так хопа так останавливается ну чуть-чуточку совсем вылезает но теперь он должен будет вместить в себя намного больше наконец-то ура у нас есть у нас есть вагоны у нас будет продолжаться строительство наших железных дорог у нас добавилось дохренище поездов дохренище отлично а естественно мы в этой серии как бы не забываем про увеличение вот этих вот грузовых станций для наших автомобилей но также естественно мы не забудем про наши новенькие поезда и так сколько ты забрал и забрал 252 железа тебе уголь надо забирать ты не знал что ли ты что не знаешь тебе уголь туда нужен конечно понимаешь что он дохренище железо но если ты не знал то на вот этой фабрике у нас нету угля зачем ты везешь туда так много железа когда здесь его и так стоило 70 конечно понимаю но тоже надо но блин зачем тебе нужно больше угля возить обидно ну ладно мы собственно давайте теперь как-то я собственно удлиню эти как бы станции ты как думаешь вам бессмысленно это будет смотреть и это будет скучно себя буду делать одно и то же опять же на запись поэтому как только и удлиню так я и вернусь и мы будем наконец-таки ставить новые пассажирские вагоны и новые пассажирские локомотивы а также кстати вот я подумал что у нас как бы тут есть две линии которые тут собирают с одной стороны вот тут уголь и железо а вторая линия собирает с другой стороны уголь и железо но потом я подумал а у нас здесь как бы грузовики тут приезжают забираются с одной станции и все они здесь все забирают и уже на следующих станции не просто они проезжают их потому что у них они уже заполнены ничего забрать не могут это неправильно поэтому я считаю что нам нужно проложить от каждой отдельной каждый отдельный добычек собственно нашему вот сюда для этого нам нужно будет стать еще вот тут по увеличивать думаю что как бы так будет правильно пошла будет там например два грузовика ездить к одной с одной этой штуки забирать там все и и везти сюда они попросту уже заполненным проезжать все остальные станции как это ну просто невыгодно это неправильно это неправильно надо надо по-другому действовать от по-другому ну вроде как готова я кстати вот сделал точно так же как и с получается вот этими вот грузовыми линиями по сталь литейки тоже от одной пункте пункта по очень сопоставщика и потребителя ну как бы от собственно от шахты до станции нашей сортировочной и у есть вот я сделал точно так же вот остановочки с этими вот как бы бочечками с нефтью до станции прям прямой маршрут от каждой получается вот этой вот станции для того чтобы было все намного как бы быстрее потому что они как я уже говорил сразу же здесь заполняются а потом просто в пустую проезжает весь маршрут и в итоге очень сильно задерживаться теперь этого надеюсь не будет как бы по идее и не должно быть вот теперь вот этот еще кстати загрузит а вот тут они так и не могут блин разгрузить здесь вот их 600 штук и они просто не могут этого сделать и вот эти вот кстати тоже горят почему потому что здесь вот вот это вот все зерно оно просто все забрало но все поучиться при ну ничтожает ужас какой мне так не нравится ну ладно как бы теперь давайте наконец-таки приступать к долгожданному это к обновлению наших получается пассажирских линий кстати вот у нас получился один электровозик интересный который вот я скачивал да вот этот вот у него максимальная скорость 74 километра в час я хотел для кое-каких вагонов сделать но блин ну 74 километра в час то не серьезно у него мощность это хренище просто 600 6000 киловатт кио этаж кило ньютоны да получается кило ньютонов тяговое усилие ужас и так получается ну хотя бы из раскраски amtrac у нас есть вот тут емдаем да как бы чё из них мощнее из них мощнее получается вот это значит мы его и будем запускать но нашли еще и вот это вот как бы чё у нас здесь пусть не 187 километров час но это пассажирский как бы тепловоз он кстати двойной можно двойный поставить будет так получается что у нас тут сто пятьдесят три тысячи силы здесь вот 2200 но как бы здесь скорость больше но тяговое усилие думаю что лучше будто и емд и пока что мы их и оставим на грузовом маршруте вот на пассажирске мы установим вот этим и еще и вот эти вот естественно да мужчина не как бы тут 201 километров час чтобы не поставить да и получается коня подожди смотрите это же по идее одинаковые они оба только вот это что-то мощнее ну как бы ладно хорошо допустим допустим и получается смотрите мы чё делаем теперь мы 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 выбираем есть вот наши пассажирские линии и где же они у нас получается работа не у нас кстати по сумм потом посмотрим что еще по вагонам у нас есть смотрите мы каждый второй будем занимать и заменять на тепловоз и каждый второй на электровоз думаю что так будет очень даже неплохо так и получается смотри чем мы делаем делаем вот так вот и теперь убираем у них вот эти вот электровозы старые new heaven и потому что ну все лгг нам нужны новые нам нужны тепловозы которые помощнее будут по идее кстати какая максималка у них на 140 а вот они будут уже хреначить прям хорошо мне они будут хреначить прям хорошо так какую бы раскраску поставить ага у нас здесь только есть одна раскраска но можно его сделать двойным фух он поставился вот здесь вот так а теперь ты блин будет назад и не я не хочу делать двойной нахер 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 слабо 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 это плохо подождите в смысле слабо 2 200 киловатт ну да на самом деле это реально слабо ладно значит а давайте я подобавляю их двойными ну как бы типа собственно без записи их все тут поменяем местами собственно вернусь когда я вот тут все сделаю кстати когда электровозы на вторые наши двоечки получать на вторую половину этих пассажирских поездов я тоже сделал уже без записи вернусь как только все это сделаю и и изменить отлично теперь у нас есть вот эти вот прекраснейшие вагончики новенькие новенькие поезда новенькие получать электровозы новенькие получается у нас тепловозы так собственно выглядит он вот так вот выглядит очень даже хорошо в новой амтраковской раскраски пусть у нас еще новые на вагоны не вышло есть только старая а вот новая мтаговской раскраски пока шоу нету но ничего скоро тоже появится и вот теперь они у нас будут вот вообще летать просто так как а у тебя вообще скорость не вот интересно или ты а ты на светофоре блин забыл как бы ладно упустим этот момент допустим что так и должно быть так блин это я не туда пошел вот надо вот тут вот смотреть они это еще тоже грузовой так опа ооо вот этот наш теперь тоже гордость теперь у нас тоже амтраковский и получается тепловоза у нас здесь вот катаются под они чё-то как-то выше чем вагоны ну ладно как бы теперь будет тоже 170 мы слетать электровозы будут тоже вылетать очень даже неплохо а чё ты ждешь ага все уже не ждет молодец так чё ты чё ты в колокол извинишь а я не понял прикачка я знал этот прикол получается американских электровозов там и тепловозов про этот колокол но блин нахрена зачем я так до сих пор не понимал кстати может кто знает зачем этот колокол вообще нужен в америке то можно писать в комментариях будет мне очень интересно почитать что вы там об этом знаете я честно не знаю ну и как бы вот у нас получается и теперь надо еще посмотреть что там у нас по новым вагонам потому что я помню что там добавились еще какие-то новые вагоны в этот пока что мы не ставим может вообще увы его не будем ставить конечно это будет обидно но но он просто как бы такой себе реально итак у нас добавились вот тут еще больше рассказа конфликтом трак так чё у нас получается у тебя просто рассказы других нету а у тебя по руль получается бог это другая расскажите тут у нас есть какая-то другая раскраска мтг то другая есть еще вот это вот американской типа мтг ну быть просто с полоской так мтх они просто написано типа синее окантовочек а focused on а я мтг написано теперь это просто рассказки и старик по это раз как ском трак вот у нас как бы есть вот это вот еще лам шоя так больше 2 в 3 так вот это тоже интересно конечно но вот как бы я хочу че другую рассказ к�ш конечно спасибо оба вот это вот светло-синяя раскраска она хочу у нас было вот это вот американская новенькая какая-то да вот это вот на хочу, чтобы была. И может быть, кстати, вот это вот. Ну вот я немного сомневаюсь насчёт того, что требуется нам или нет. И, кстати, у нас тут какая-то ошибка. Так, чё ты не можешь у нас сделать? Ага, я понял. Мы же этот электровом, это ж, этот, получается, поезд-то удлинили? Удлинили. А развязку сделать? Не сделали. Это плохо. Нам нужно сделать нормальную развязку. Получается, раз, что они, как бы, типа, первый путь всё равно не используются, мы давайте, кстати, ещё я без записи, получается, уберу второй вот здесь вот путь, для того, чтобы они, как бы, не путались. И, как бы, теперь нужно ещё убрать вот здесь вот, получается, вот эту вот штуку. И теперь вот это вот, без контактной сети, естественно, сделать вот так вот, чтобы он, ну, не застревал больше. Так, и, получается, вот это вот надо сделать на одностороннее движение вот сюда. Отлично. Только теперь почему-то он всё равно, как бы, это же поезд-27 и ты тоже 27. Так, чё ты? А теперь всё, проблем нет! No problem просто, и теперь вот, как бы, он, по-моему, кстати, так и не доставил кирпичей. Или ты доставил кирпичей? Надо посмотреть. Так. Кирпичей он не доставил сюда. А сюда и не нужно кирпичей. Всё, значит, с ним нормально. Отлично. Молодец, красавчик. Так, и вот это вот я уже без записи, пожалуй, уберу. Получается, второй путь не нужный. Давайте, кстати, вот тут вот так вот сделаем сразу же, чтобы я потом не забыл. Вот так вот. Да, всё. Отлично. А без записи я уже в эту платформу уберу. Ну и, как бы, думаю, что на этом мы сможем уже постепенно заканчивать. Только, блин, я вот не знаю, лучше электровоз нам на электровоз посмотреть сейчас или лучше на тепловоз. Потому что, как бы, у нас вот тут есть тепловозик, вот этот вот новый. Хотя, не, мне кажется, лучше на электровоз посмотреть. На электровозик новенький посмотрим. Так, только его надо найти сначала. Так, где он там? Где он? Где он? Где он? О, давайте вот на него посмотрим. Oh my god! Я только что закончил эту серию. У нас сразу же давалось настолько дохренище всего. Вы посмотрите на это, сколько нас всего ждёт в следующей серии. Невероятно просто. Я обязан был вставить это всё-таки в эту серию. Ну, вот, как бы... Наверное, я не знаю. Я это вставлю перед концом уже записи этой серии или всё-таки уже после, типа, перед минифильмом. Но, как бы, вот, знаете, на следующую серию у нас есть и тоже дохренище контента. Ну, и, собственно, продолжайте смотреть окончание этой серии. Кстати, вот с раскраской другой, там, траковской, вот этой вот вагончике. Мне, кстати, она даже как-то больше нравится, если честно, чем та вот синяя. Хотя мне изначально синяя вообще нравилась больше всегда. Ну, и, как бы, собственно, думаю, что на этом будем с вами заканчивать. Вот такая у нас получилась интересная. Немного такая коротковатая, конечно, где-то на 15 минут. Но, тем не менее, довольно-таки насыщенная. Очень хорошая серия получилась. И вот на этом мы её будем сегодня заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Это очень важно. Ну, а всем вам я желаю удачи. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!